Радуйтесь, православные! И вот сегодня мы с вами встречаемся на площадке Русской Конописанной Школы, чтобы поговорить о Великом Православном Дундесятом празднике, а именно введении во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Ну, все знают эту историю, поэтому мы уделим сюжетной конве минимум времени. То есть родители Пресвятой Богородицы Праведной Акима и Анна молились о разрешении от неплодства и дали обед, что если родится дитя, то они посвятят его Господу. И вот когда Богородице исполнилось три года, пришла пора как раз ребенка отнести в храм и исполнить обед. Ну, потому что понятно, да, что младенец требует ежесекундного присмотра и не так самостоятельный, как трехлетний малыш. И, в общем, одев лучшие одежды, причистил Богородицу с пением священных песней, с зажженными свечами, привели в Иерусалимский храм. И там по традиции детей, которых посвящали Богу, встречал первосвященник. И у родителей были кое-какие коллизии и сомнения, потому что для того, чтобы подняться к первосвященнику, который ждал наверху лестницы, нужно было преодолеть эту самую лестницу. А для трехлетнего ребенка это может быть серьезным препятствием. То есть, может быть, одолеет две-три ступеньки, может быть, устанет, может быть, сядет и расплачется, может быть, чем-то другим увлечется. И вот как? Отпустить ребенка, потому что посвятили ее Господу? Или все-таки вот с ней подняться по этим ступеням? Ну и как только поставили младенца на первую ступеньку, то причистое дело сама взошла по этой лестнице к первосвященнику, чем удивило всех присутствующих. И праведные Аким и Анну, вручив дитя воле Господа, возвратились домой. И вокруг храма по свидетельству священного писания, например, книга «Исход» 38 глава, или там первая книга «Царство» 1 глава, и эти же сведения, подтверждает историк Иосиф Лави, имелось множество жилых помещений, в которых пребывали те, кто посвятили себя служению Господу. Как пишет Блаженный Иероним, если бы кто спросил меня, как проводило время юности Пресвятая Дева, я ответил бы, то известно самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю ее. То есть опять мы встречаемся в предании с указанием на то, что особенно сопутствовал и оберегал Богородицу Архангел Гавриил, который не только вот появился и возвестил ей, но и сопутствовал ей еще гораздо раньше, с вот ее трехлетнего возраста, а то и, в общем-то, и с Рождества. И в качестве темы для размышлений, то первое, это то, что светильник не полагают под спудом, то есть если мы посмотрим на родословие, то прослеживается очень тщательно вся линия вот эта вот генетическая, как вот Аврааму было дано благословение, и вот благословение Аврааму перешло на его потомка, потом на его потомка, потом на его потомка и так далее, и так далее, и так далее. И все это вот прослеживается до Пресвятой Богородицы. И предвосхищая вопросы, мы об этом уже говорили, но давайте еще раз напомню, что вот в Евангелиях это прослеживается до Иосифа Обручника. И, как бы это сказать, диванные критики, которые прогуливали уроки воскресной школы, а то и вовсе в ней не учились, тут же говорят, ну смотрите, если здесь прослеживается родословие до Иосифа Обручника, а он не мув Богородицы, потому что зачатие было непорочным, что нам с того, что мы проследили эту генетическую линию, которая, в общем-то, в зачатии не участвовала и, соответственно, не передалась. Дело в том, что была такая традиция не брать в жены женщин из других колен, потому что понятно, что если 12 колен Израилева найдено вступать в перекрестные браки, то в конце получится одно большое колено Израилева. И поэтому, родившись внутри какого-то колена, нужно было и жену выбирать тоже из того же самого колена. Ну такая была культура мужская, патриархальная, и поэтому прослеживали все по мужской линии. Ну, собственно, Богородица происходила из этого же колена, таким образом мы прослеживаем и вот это вот благословение, которое осталось именно вот в этой генетической линии. И второй момент, это, конечно, научение всем тем, которые говорят, ну вот Бог у меня в душе и в храм я не хожу. Вот обратите внимание, что Богородица, которая, ну уж в три года не бывает вот прям таких злых младенцев, да. Все мы в три года румяные, милые и можем быть моделями для рождественских открытых. Что вот как раз Рождество все ближе и надо бы подумать, где бы найти таких милых рожиц. Да вот же они, трехлеткие, вот они милые, непосредственные, добрые. И в то же время вот Богородица нуждается в том, чтобы быть при храме. Хотя вот уж кто мог сказать, что Бог в душе, кто мог сказать, что посмотрите на линию моих предков, там, в общем-то, прослеживается переход благословения Господня. Уже ли мне надо ходить в храм? И тем не менее, вот своим примером Богородица нас научает и этому. Ну, думаю, на сегодня я сказал достаточно. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Мы с вами встретимся завтра, чтобы поговорить о святой мученице Кикилии и же с нею пострадавшей. Будет интересно, эта святая считается покровительницей музыкантов и певцов. Приходите, узнаете почему. А перед этим нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал и помните, что завершается набор в закрытый клуб при русской конописной школе. Храни вас Господь.